Мы совершили великий подвиг не только во имя России, во имя Советского Союза, но и во имя всего мира. И сейчас, с моей точки зрения, выход из этого тупика, почему были организованы эти войны? Потому что мировая система финансовая базируется на двух ключевых компонентах. Это работорговля и наркоторговля. Вот и терроризм добавился к ним третьим. Она зашла в тупик. И сегодня, с моей точки зрения, только Россия, которая потерпела колоссальные жертвы, единственная страна в мире, которая дважды в 20 веке распадалась. Это уникальный феномен. Мы должны это понять. Почему? Я даю причины. Причины в предательстве части высшей политической элиты. И причины в том, что после Сталина Хрущев прекратил две вещи. Первое. Он убрал контрразведное обеспечение высшей номенклатуры. Просто запретил, начиная с 3 райкома партии, ввести любые оперативные разработки. И в эту нишу хлынули другие. Второе. Он уничтожил систему информационной войны, победной, которая была у Сталина. Она базировалась на компонентах личной разведки, дальней разведки, стратегической. В том числе и в окружении президента Рузвельта и многих других. И Рузвельта тоже убили, моя точка зрения. Но не только я так считаю. На последнем этапе. И СМЕРШ, как ключевой компонент этой информационной войны, все эти структуры были ликвидированы Хрущевым. И постепенно в эту нишу хлынули внешние игроки. А вторая ключевая негативная фигура это Суслов. ЦК КПСС не смог модернизировать в 70-е годы и направить марксизм-линизм по китайской модели. Китайская модель, с моей точки зрения, это модель Сталина, которая должна была развиваться и в Советском Союзе. И вот мы видим сегодня Сталинский ССР, это Китай. Но вот эти портократы, бюрократы, они заблокировали позитивный путь развития России. Но все равно надежда наша заключается в том, что в августе 91-го года нашлись профессионалы-патриоты, которые смогли блокировать самый негативный сценарий гражданской войны, расчленение самой России на большое количество частей. И эти люди, ну, молодцы. На ваш взгляд, когда мы узнаем правду о нашем сегодняшнем времени, начиная с 90-х и по сей день? Риторический вопрос. Это правда выходит из этой книги. Информационная война против России продолжается. Сильная Россия не нужна этим силам, которые развалили Советский Союз. То есть они не смогли расчленить Россию в 91-м году, эти планы продолжаются. И наша задача понять вот эти глобальные механизмы. И вот в этот бифоркационный период времени, с моей точки зрения, до 2012 года, три компонента нашей элиты, это прежде всего высшая политическая элита, высшая экономическая элита и элита спецслужб, должны сделать выводы из этой книги. Они должны ее пропустить через себя и понять, что сильная Россия, не важно какая идеологически, царско-православная, советско-коммунистическая, либерально-демократическая, вот этим силам не нужна. И они нацелены на ее уничтожение. Но, тем не менее, на Западе есть наши союзники. И Сталина эти союзники поддерживали. Еще раз повторяю, и в окружении Рузвельта были эти силы. И посол США Дэвис в Москве в тот период времени. И многие другие силы в Лондоне были. И вот эти союзники сегодня у нас в двух странах ключевых. Это Италия, это Испания, это Индия, это Китай, это Аргентина, это Бразилия. И мы должны этих союзников стягивать, сплачивать. Частично во Франции, частично в Германии и в самих Соединенных Штатах Америки. Там есть силы, которые проиграли в 1945 году. Победила группа не Олиса, сторонников укрепления связи с Советским Союзом, а группа Трумэна, нового американского Гитлера, который планировал сбросить сотни бомб на советские города. Как его можно назвать, как не Гитлер. Этот человек, который сказал в 1941 году, пусть немцы и русские как можно больше убивают друг друга. Поэтому нам нужно крепить союз с государственниками Соединенных Штатов Америки, Италии, Испании, освобождать Германию от американской оккупации. Там 75 тысяч американских войск, опционных, находятся. Возвращать во Франции дух Деголя и тем самым предложить миру некую новую модель. Я надеюсь, что книга поможет осмыслить вот эти события.